Принято 1.1. Оружие в хранилище. Как только заберете его, язвучу протокол. Простотип из спад. Загружай его, Саймс. Оно нам понадобится. Держи его. Технология та же. Модель компактная. Так вот зачем они охотились. Всем привет. Дожили до ноября, а значит, что главный игровой релиз этого года. Да. То, что мы ждали, то, что ждал я, и то, что, наверное, хотели увидеть все новенькое Call of Duty, которое называется Infinite Warfare. И, в общем-то, было сложно понять сначала, что это, хорошо или плохо. Это самый непопулярный трейлер Call of Duty, первый стартовый во всей истории серии, когда дизлайков было намного больше, чем лайков. Все ждали Battlefield 1, а оно развернулось совершенно иначе. Давайте разбираться, что получилось в итоге, ибо есть о чем рассказать. Что ж, теперь все познакомились, можно и стартовать. Для начала хочется отметить то, что это настоящее Call of Duty, олдскульное Call of Duty. И, наверное, первое Call of Duty за долгие годы, которую можно назвать Call of Duty. И, в общем-то, это складывается из нескольких моментов. Ну, первое. Вакханалия творится вокруг вас постоянно, что-то взрывается, что-то падает, где-то какая-то невероятно киношная картинка. Таких, знаете, немножко трешовых боевиков. И, в общем-то, вот моя любимая Call of Duty. Получилось. Это уже понятно. Сейчас я говорю, конечно, про сингловую кампанию, мультиплеер затронем чуть позже. И... Ты понимаешь, вот они дожимают, они дожимают. У вас первая миссия. Вас убивают после первой миссии вашего персонажа. Далее переключаются кинематографичные заставочки. Более-менее известные актеры. И бум, опять-таки, у вас идет история. История, история, которая накручивает, накручивает. Вы немножко прошли, вы сели в корабль. Снова летите. Бум, опять нападение. Все начинает падать, все начинает рушиться. Город превращается в руины. И вы посреди всего этого хаоса. Да, вот только ради этого стоит приобрести Call of Duty, потому что незабываемое ощущение, невероятные эмоции. Вы просто погружаетесь в эту чертову игру, и вам нравится то, что происходит. Это шутер до кончика волос. По-настоящему сильный, по-настоящему... Ну, наверное, не то, что олдскульный, но с духом олдскула, той самой Call of Duty, которая была. Но при этом осталась куча новомодных фишек, которые были в остальной Call of Duty. Это замечательно. То есть здесь все-таки у нас некий sci-fi немного, и получаем на выходе достаточно прикольную историю. Да, рассказанную бодро, правильно поданную, без каких-то затянутых моментов и всего прочего. Мы получили здесь достаточно простое вооружение. В каком плане простое? В плане юзабилити. То есть для того, чтобы кинуть какой-то, не знаю, гаджет, а-ля паучок, который будет, называется, ищейка. Он бежит, 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 запрыгивает на врага и взрывается. Соответственно, уничтожая кого-то еще вокруг. Трех-четырех персонажей можно таким образом уничтожить. И вот. Вот просто кинули, он побежал. Все, не надо наводить на цели, не нужно ничего. Никаких дополнительных мега-супер-возможностей, которые были в Black Ops 3. Я не говорю, что Black Ops 3 плохая. Это хорошая игра, но все-таки там были свои нюансы и свои хищрения. Здесь их нет, здесь все просто. Нужно сделать бомбардировку. Нажали на одну кнопку, выбрали цели, нажали еще на одну. Бум, бомбардировка. Вам нужно запустить какой-то гаджет для того, чтобы управлять роботом на расстоянии, захватить управление им. Да, пожалуйста, вы перехватили, бум-бум, и, собственно, вы расстреляли всех врагов с их стороны через их же робота. Вот, вот что нужно и вот что важно. Это история, которая действительно прекрасно вписывается в понимание Call of Duty, в мое понимание Call of Duty, когда вы максимально эффективно убиваете врагов и не отвлекаетесь на то, что, блин, а как эта функция включается? Вот у меня такое было в Black Ops 3. Здесь этого нет, здесь это намного упрощено. И, в общем-то, наверное, кому-то понравится, кому-то не понравится. Здесь дело уже ваше. Но мне, на самом деле, безумно зашло. Я считаю, что это один из лучших подходов и самых правильных подходов, возможных в шутерах. Не нужно нас заморачивать. Нужно просто давать нам геймплей, давать нам эмоции. И, блин, я вспомнил Антона Логвинова, вот его превью на игру, просто потому что ощущение, когда ты пробежал по разрушенному городу, сел, запрыгнул в корабль, сзади тебя сидит робот, и, в общем-то, вы аккуратненько так взлетаете в небеса и переходите в космическую баталию. Блин, это вынос мозга. Просто вот настолько круто, настолько правильно и настолько точно вымеренно. Давно уже никто не делал. Безумно, безумно хорошо. Я, наверное, вот прям готов поставить 10 из 10 за сюжетку, но все-таки я скажу, что 9,5, потому что графика красивая, но это не супер-пупер-мега чего-то там, это, в принципе, просто красивая картинка, ни больше, ни меньше. Да, современная, да, с хорошей детализацией, наверное, одна из лучших в Call of Duty по визуалите, но не лучшая игра в принципе. Она, знаете, уровня Killzone 3, только сильно подтянутая по эффектам. Вот плюс-минус. Наверное, вот за это 0,5 я все-таки бы скинул. Во всех остальных это чистые 9,5, честные 9,5, просто потому что ничего подобного, подобных эмоций в шутерной механике вы в этом году точно не увидите. Это по-настоящему сильный большой тайтл и по-настоящему так, Call of Duty, которую я лично ждал последние годы. Играя в каждую часть, и каждая часть мне чем-то не нравилась. Здесь все очень клево. Ну и, конечно же, есть момент по мультиплееру. Здесь, опять-таки, все подтянули. Много новых карт, много новых возможностей. И это все тот же самый, собственно, мультиплеер. Да, с определенным набором усовершенствований. Да, он немножко более sci-fi. Да, там с определенными моментами. Но все-таки это Call of Duty. Абсолютно не Titanfall, абсолютно не Battlefield 1. Это именно классический мультиплеер Call of Duty. Играть крайне приятно, очень быстрый геймплей, что, наверное, замечательно, так как вы зашли, поиграли 3-4 матча перед сном и, в принципе, с спокойной душой отправились отдыхать. Вот, да, это работает и, на самом деле, очень неплохо завлекает к себе. Во всяком случае, я получил массу удовольствия и от мультиплеера в том числе. Что касается дополнительных моментов, которые я хотел бы отметить, ну, то, что, давайте, здесь есть зомби-режим. Он прикольный, он со своей определенной сюжеткой. Здесь нам предлагают, в общем-то, одного из персонажей, которые самые настоящие актеры, но их сумасшедший режиссер отправил внутрь фильма, в мир фильма. То есть они не играют в своей роли, а, собственно, участвуют в событиях, как будто это реальность. Их засосала в кинотеатр. Да, отлично. На самом деле, хороший подход. И, в принципе, вот этот зомби-режим, он достойный того, чтобы вы с ним ознакомились. Обязательно посмотрите, если будет возможность. Во всяком случае, мне аналогично понравилось и аналогично зашло. Еще хороший момент, который стоит тоже выделить, это то, что есть же у нас еще и ремастер-версия, и, в общем-то, можно купить Legacy Pack, в котором будет и ремастер-версия Modern Warfare. И игра до сих пор, в принципе, смотрится, я имею в виду сейчас механику, достаточно бодро и интересно. Это классика. Особенно, если вы вдруг почему-то не играли, обязательно тоже к приобретению вообще 100%. Если купите в куче, то будет намного дешевле. Ну, то есть Infinite Warfare и Modern Warfare можно купить вместе, плюс зомби-пак будет в качестве бонуса. Вот правильный подход, очень крутая графика. Я не мог это не отметить. И они, собственно, действительно ребутнули игру по полной программе. Один из самых качественных ремастеров, что я видел. Картиночку обновили, эффекты обновили, где-то чуть-чуть там подправили, где-то подправили механику, где-то что-то дополнили, и в итоге получилось, ну, не то чтобы новая игра, но вполне себе любопытная и правильная. Что получаем на выходе? На выходе получаем то, что у нас Call of Duty Infinite Warfare. Это невероятно крутая сюжетка. Это та самая Call of Duty 100%. Плюс у вас есть возможность поиграть в шикарный мультиплеер, который затянет вас не на один десяток часов. Я вам это гарантирую прямо на 100%. Да, это не Battlefield 1, наверное, по картинке, но, в принципе, это очень-очень современно выглядящая игра, которая предлагает нам, ну, по сути, уникальные механики, потому что их повторить так никто и не смог. В общем, как-то так. И, наверное, да, Modern Warfare Remastered, хоть я немножко уже и опоздал с ней, она вышла достаточно давно, но все-таки, если купить в Legacy Pack'е, по-моему, получается вполне себе добротно. Две игры там по цене полутора, это хорошее вложение для того, чтобы поразвлекаться. Опять мультиплеер, компания, можно повспоминать, либо, собственно, как говорится, восполнить пробелы. Потому что ремастер получился на добрый 10 из 10. Это один реально из лучших ремастеров. Во всяком случае, наравне с Last of Us, ничего кроме я особо вспомнить-то и не могу, что там нормально ремастерили, чтобы обновить картинку и какие-то определенные возможности привнести. Ладно, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, все понятно. Call of Duty это чистые 9.5, как мультиплеер, так и синглплеер. По-настоящему удивили, по-настоящему порадовали. Это то, в чем я буду залипать в ближайшее время. 100%. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал, шарить данное видео у себя в социальных сетях. Ну и, конечно же, пишем в комментариях, как вам новое Call of Duty. Старое Call of Duty в ремастере и новое Call of Duty, полноценно новое. Пишите в комментариях, во что играете сейчас. Мне все интересно. Обязательно. Ну и, конечно, шарим данное видео у себя в социальных сетях. Я повторюсь, это очень важно, потому что без подписок, без ваших лайков, без шарингов не будет канала, не будет контента, не будет меня. Поэтому поддержите хотя бы этим. От вас не убудет, а для меня это огромный-огромный плюс и мотиватор. Еще раз всем спасибо и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok